Он приехал к нам на три месяца, и я думаю, все-таки мы постараемся как можно дольше здесь у нас его, что называется, задержать. Вот сейчас Жуков попал. Все, остановка боя. Это называется характер. Характер, пропустив такие удары, смог свое добиться, перевести бой в партер, в удобное себя положение и грамотно закончить поединок досрочно во втором раунде. Поздравляем бойца. Да, тут нельзя апеллировать к Аксидорину, который остановил бой. Почему? Потому что все-таки это проводится поединок по любительским правилам. Вот Т-34 отработал. И закончил поединок как Т-34. Значит, это еще один у нас рейтинговый бой. Кирилл Орлов, он не участвовал в отборочных боях, но там было ряд травм у ребят, и со своим одноклубником. Вот мы и предложили им поединок. Антон Коростелев, Олег Орел Орлов. Скажите, Иван, можно вопрос, возвращаясь к теме тренера, иностранного специалиста. Возникают ли трудности во время тренировок? Как это происходит с переводчиком? Здесь что можно сказать, что Рич женат на россиянке 10 лет, они в браке. То есть небольшие познания русского языка у него есть. А что такое бескомпромиссное размен идет. Большинство членов нашего клуба – это молодые парни, студенты. Из них многие, чуть ли не подавляющее большинство, достаточно хорошо общаются по-английски. Одновременно идет обучение Рича русскому языку. То есть плюс это же спорт, он многие элементы показывает. Ребята друг друга прекрасно понимают. В этой части проблем у нас нет. Видно, чтобы бойца заряжены. Все-таки подчеркну, что это любительский уровень. Олег Орлов все-таки более спокоен. Он в нашем клубе уже где-то три года выступал и по К-1, и по грэпплингу выступает. Ну и даже по этому поединку мы видим, что Орлов по опыту не своего оппонента. Но это будет хороший урок для Антона. Но всем внешним видом Антон показывает, что он не собирается так просто отдавать победу. Конечно, желаний пока чуть больше, чем опыта, но вот он характер, вот так он проявляется, так он формируется. Оба бойца решили искать счастье в стойке. Ну видно, что предпочитают все-таки ударку, больше хорошо себя чувствуют в обменках. Ну и вот мы видим клинч. Я не закончил свою мысль насчет того, что зрители стоят очень близко к рингу, многие даже кладут руки на помост, но никто не позволяет себе стучать по рингу. Мы знаем, что частенько на профбоях секунданты в порыве эмоций стучат по рингу, и бойцы могут это расценить как бы, да, как отбив 10 секунд до окончания поединка. То есть это стараются пресекать. Вот в нашем случае все-таки это у нас в клубе, для нас это как дом. Все проходит очень, вот Рич тоже, это Иван Казаченко, да, Иван Казаченко тоже профессионально выступает. Боец нашего клуба, обмениваются мнениями по тактике боя, что можно ребятам применить. Ну и да, со временем подсказать, да, когда вот бойцы дерутся, все-таки по ним видно, кто в какой форме находится, они выкладываются, все. Хочу напомнить, Олег Орлов против Антона Коростелева. Главный судья соревнований Демидов Игорь Анатольевич, заместитель Всероссийской коллегии судей Союза ММА России. Человек огромную работу провел по формированию судейского корпуса Союза ММА. Он объехал всю нашу необъятную страну, практически в каждом регионе прочитал семинар, провел аттестацию судей. Это большой шаг, чтобы в каждом городе, на каждых соревнованиях по ММА организаторы имели представление, единый взгляд на то, каким образом оценивать действия технических бойцов. Это прекрасно большой вклад, потому что до этого многое шло, не скажу, что на уровне самодеятельности. Сложно было бойцам понять, справедливо ли ли решение принято. Было часто вопрос о спаривании решений. Каждый боец пытается, убеждает, что он выиграл этот бой, какой бы момент ни был. Конечно, это очень сложный момент и большая ответственность у судей. Принимать решение. Понятно, что организаторы профессиональных боев могут вводить свои, скажем, особенности. Где-то разрешить удары локтям, локтями в партере, например. Но все равно, общий скелет оценки технических действий бойцов на сегодняшний день в России он сформирован. Видно, вот видите, опять хочу сказать, любительский бой. Но бойцы, да, раунд отработали. Достаточно. Ну, в втором раунде всегда будет сказываться опыт. Мы будем наблюдать, будет это или не будет. Сможет ли Орлов, благодаря своему опыту, победить своего оппонента. Но достаточно равный поединок мы наблюдали. Не скажу, что прям Орлов в одну калитку доминировал в этом поединке. По крайней мере, в первом раунде мы сейчас наблюдаем, что Антон Красилев работает выше своих возможностей. И все делает для того, чтобы победить Олега Орлова. Ну, и на подготовку-то, скажу честно, у него недостаточно было много времени. Он только-только пришел из армии, но сразу не стал раскачиваться. Шел в спорт, в тренировки и сразу... Сразу в бой. Сразу, что называется, в бой. Я думаю, телезрителям интересно было бы узнать, как все-таки Александр Поветкин относится к смешанным единоборствам. Все-таки он такой нокаутер, боксер-накаутер. И по своему сложению он мог бы сам, кстати, выступать в смешанном единоборстве. Я думаю, у него пошло бы. Проводит ли он там тренировки, когда по боксу? Вот может ли он повозиться в борьбе с кем-нибудь? Интересно ли ему это или нет? Ну, я знаю, что в легкой, конечно, степени, но в практике на его тренировках это бывает. Также Александр, он в свое время выступал и по кикбоксингу, то есть работа ногами и коленями тоже ему известна. Если я не ошибаюсь, Поветкин являет чемпионом мира по кикбоксингу. Может, Григорий Львов подскажет нам? Да, Александр был и победителем первенства мира, и чемпионом мира по кикбоксингу. То есть имеет со своими плечами достаточно обширный опыт выступления именно в кикбоксинге. Ну, кикбоксинг попробовал, был чемпионом мира. В боксе чемпионом мира. Осталось еще стать чемпионом мира по ММА. Может быть, мы со временем когда-нибудь это и увидим. Я думаю, пускай Александр будет у нас долгое-долгое время чемпионом мира по боксу. Дай бог, будем. Не так богато у нас боксеров такого уровня в тяжелом весе. Почему Александр является попечителем нашего клуба, можно сказать, хотя бы... Вот здесь мы наблюдаем опыт Олега Орлова. А, вот угол выбросил полотенце. Совершенно согласен. Это очень важная работа угла, своевременно принять решение. Все-таки это бой по любительским правилам. Тут важно сохранить парня, не сломать его где-то даже морально. А морально, как мы видим, Антон силен. Молодец. Ну, а что можем сказать про Антона? Недостаток опыта немного сказался. Решил Антон пойти все-таки в разменку против Олега Орлова. Увидела Олега Орлов в опущенные руки и вот таким встречным ударом остановился у оппонента. И секунданты не дали добить. Значит, поберегли Антона для дальнейших поединков. Поздравляем мы Олега Орлова и будем желать ему дальнейших побед. Тоже, тоже рейтинговый бой. Стас Ермолов. Стас Ермолов выступает достаточно активно, много в соревнованиях любительского уровня. И наши друзья с Академии РВСН попросили дать возможность выступить их бойцу, Артему Реверюку. Ну, вот, собственно, составили мы такую пару. Ну, на мой взгляд, здесь, наверное, все-таки Стас выглядит более опытным. В части соревновательного опыта, по крайней мере. И вот, как по физической силе здесь можно будет сейчас попытаться что-то увидеть. Очень хорошо работает Ермолов руками. Прыгнул. Удар попытался нанести с колена, срубить своего оппонента. Очень грамотно чувствует дистанцию. Вот это очень важный момент. И, как говорил Иван Иванов, это называется опыт. Да, ошеломлен чуть-чуть. Артем, там, легкостью такой. Я думаю, почувствовал, Станислав, что ошеломил своего оппонента. Более увереннее работает, поддавливает, все делает правильно. И пытается все-таки вывести на себя, чтобы поработать руками. Видно, что хорошо чувствует в разминке и также в работе руками. Вот право-боковой доходит до цели. Вот такие эффектные удары коленом в прыжке. Немножко напоминает нам стиль Реми-Баньяски. Не находите? Реми-Баньяски. Летающие колено, да? То же самое хотел я сказать, не успел. Да, соглашусь с вами. Еще, еще. Левую, левую. Руки, верни, кидай. Пробивай, пробивай. Провалил, провалил Станислав своего оппонента. Артем с работой Патри недостаточно, мне кажется, знаком. Не пытается прижаться, прижать к себе Стаса. И опять, я помню, согласен с Александром Сидориным. Это рефери. Он же тренер, хочу напомнить, клуба РОД. Старший тренер. И правильно делает, что останавливает поединок. Ребята пришли все-таки работать по любительским правилам. Это надо понимать. И лучше не оказываться в том положении, в котором оказался Артем Реверюк. И победа Станислава Ермолова. Достойная победа. Узнаю бойцов. Многих я своих, естественно, всех практически знаю. Имеется в виду профбойцов и бойцов клуба. Всех. А членов клуба достаточно у нас много. Но большинство из них. Ранее, в свое время, даже еще я тренировался по тайскому боксу. Вот сейчас мы видим Попов Роман. Он представляет братский нам клуб Центра боевых искусств Витязь-Ногинск. Тоже видно, спокойно двигается. Противостоит ему Ишмуратов Фидан. Это студент и воспитание к Академии спортивно-прикладных единоборств. Фидан достаточно интересно работает. Руки, ноги у него летают. Видите, как разнообразно. Удары с разворота ногой разнообразно работают. Ну и хочу сразу напомнить, что это весовая категория до 77 килограмм. И поединок мы наблюдаем за третье место. Первое место в этой весовой категории занял Станислав Прохорец. Второе место занял у одноклубника Мамедов Шамиль. Эту пару мы решили развести. Как такового боя между ними не было. И мы им что Прохорцу, что Мамеду предоставили бойцов нашего клуба, чтобы ребята все-таки подрались. А вот это парни прошли отбор всего турнира. И вот сражаются за третье место. Воспитанники клуба «Витязь Ногинск» постоянно присутствуют на наших турнирах. Также мы охотно посещаем их турниры. Это ближайшее мероприятие, которое проведет Центр боевых искусств «Витязь Ногинск». Это чемпионат Московской области по грэплингу. Удар. Вот правый удар в корпус. Да, пробил печень. Мы наблюдаем от Попова Романа. И это нокаут. В углу Романа секундирует ему Алексей Козырин. Это тренер и основатель также клуба «Витязь Ногинск». Достаточно тяжелый нокаут. Болезненный удар в печень. Не может он подняться. Выжидал в этом поединке Попов Роман. И увидел ошибку Фидана Ишмуратова. И, можно сказать, своего клубника отправил в нокаут. Но это бывает. Это спорт. И на этом тоже бойцы растут. Одноклубниками они не являются. Один представляет Центр боевых искусств «Витязь Ногинск», а другой – Академия спортивно-прикладных единоборств. Все, извиняюсь. Я за этим очень слежу. Потому что всех я их лично знаю. Хочу напомнить. Иван Иванов, руководитель клуба «Смешаный издоборств», РОД, с нами сегодня в эфире. Очередной поединок мы наблюдали, который закончился досрочно. И именно победой в данный момент нокаутом. Это тоже рейтинговый бой. Дмитрий Веденеев. Псевдоним у него – «Качкабан». Мы его очень любим в клубе. Он у нас известный парень, тоже активно участвует в соревнованиях. Дмитрий не готовился специально к этому турниру. В отборочных не участвовал, но поскольку праздник должен был состояться, турнир, мы ему предложили этот бой. Шамиль. А Шамиль, в свою очередь, прошел отборочные поединки. Вот так переводит в партер своего оппонента. Вот сейчас в невыгодном положении находится. Мне кажется, зря Шамиль. Здесь опасно, можно отдать спину. Хорошо, хорошо, захватил. Одной рукой, чтобы он задушил. Это называется физическая сила. Вот вам выкачковать. Вот так победа. Артистично двигается у себя в родном клубе. Он спокоен. Очень физически крепко. Разве мы наблюдаем за мышечной массой Дмитрия Веденеева? Редко можно увидеть, когда и Шамиль достаточно сильный боец. Видите, был задушен одной рукой. Вот так бывает. Очень быстро закончился этот поединок. Молодец. Нас он выручил как организаторов. Пришел на выручку, согласился подраться. И на радости себе и нам одержал победу. Здесь также рейтинговый бой у нас получился. Никита Солонин, клуб «Бастион» и Сергей Козулин. Сергей Козулин прошел отборочные. И поединка он провел, одержал победу. А вот воспитанник клуба «Русич» пришел нам на помощь, принял вызов. Тоже, я знаю, парень только-только пришел из армии. И сразу в бой. Клуб «Русич», наши боевые сподвижники, готовят спортсменов, проводят соревнования, турниры. Максим Татаринов, руководитель этого клуба, он также присутствует на турнире. Вот такую разменку мы сейчас увидели. Ничего себе. Вот это бой. А, капа. Видите, это не остановка боя. Но разменка была такая очень интересная. Зрители все в ожидании. Ну, здесь вот что можно ответить. Потому что Козулин все-таки, что называется, по-горячему. Он провел отборочные поединки. То есть опыт, да, это буквально было там две недели назад.